Привет, люди! Расскажу про свой вариант фальшкамина. Сделан у меня из брусков 30 на 40 мм. Фанера 2 мм тонкая. Ступенька 25 см глубиной и метр длиной. Здесь еще будет ступенька полочка для свитечек. Здесь будет зеркало. Ну вот он, его корпус. Нарезала 4 одинаковых брусочка 110 см длиной. Брусочки у меня 30 на 40 мм. Дальние я прикрутила железными уголками к стенке. Здесь к ступеньке. Там они мне скрепляются между собой. Здесь тоже перекладинка для полочки. Снизу тоже все скреплено железными уголочками. Я их очень люблю. Ну, супер-гипер-ровность здесь не важна. Но кривоглазиком очень советую уровень. Так, длину окупила зеркало. 50 на 60. 450 рублей что же. Для того, чтобы установить его к стенке. Чтоб все мои свечечки отражались. И стало в два раза больше. Они горели в два раза ярче. И было все в два раза красивее. Или красивее. Ладно, красивее будем. Русскими клятвами. Прикреплю я его на сайдинговые саморезики. Саморезики для сайдинга. Где они у меня? Вот они. Итак, зеркало установлено. Из ступеньки. У меня их много осталось от лестницы. Я сделала вот такую вот, как говорят, правильную заготовку. Выпилила. Все неровности, шероховатости, некрасивости надо будет зашкурить. Идёт она у меня вот сюда. Вернём эту хрень на место. И будем наводить красоту. Красить. И так далее. Дополнять всякими декоративными элементами. Хотя их будет немного. Я люблю лаконичность. Чудно! Вот пока вот такая вот получается красота. Камин у меня будет белый. И красить я буду его лаком акриловым. У кого одинаковые руки в доме? Они всё правильно. Так. Даем немножечко впитаться. Чуть-чуть. Для чего? Я люблю, когда фактурка дерева немножечко видна. Поэтому я беру тряпочку. Тряпищу в данном случае. И немножечко промакиваю. Чуть-чуть совсем. Чтоб у фактурка была не менее заметна. Если где-то видим какой-то излишек, выбираем сейчас. Водяной лак сохнет очень быстро. Потом вы просто можете не успеть. Установила боковинки. Получились они у меня немножечко под углом. Здесь на саморезик. Сзади на уголок. В деревянном уголке делаем дырочки под саморезы. Иначе они могут треснуть. Прикручиваем деревянный уголок. Чтоб никто не уволок. И на боковинках декоративный уголок. Далее приделаем крышу пандорию. Вот эту панельку. Чтобы здесь не сверлить, не портить вид. У меня здесь, ну, конечно же, уголки. У меня не везде уголки, уголочки. У меня нет. У меня нет. У меня нет. В строительном магазине нашла вот такое дерево. Называется она панель декоративная боковая. Для чего она нужна? Фиг вы знает. Я подумала, что вот сюда, если её приделать, будет красиво. Она пролачена в белый цвет. Сейчас мы её как-нибудь красивенько приделаем. Собачки лапку прищемили. Фух. Вот и все готово. У меня есть в наличии вот такая вот железная красота от бабушки еще. Будем красить. Вот и покрашиваем наше зеркальце. Теперь мы его заберем. Старое зеркало, старые технологии крепления. Зато затягивается насмерть. Вау! Красота! Красота! Вау! Какая штука классная. Как же люблю все белое, все светленькое. Новая жизнь. Вам нравится? Ставьте лайки. По-моему очень красиво. Помоги мне встать с травы. Я без чувств, без сил. Без жизни. Пробудись же и приди. И дождем лапза не брызни. Мне так холодно, увы. Только сердце глупо бьется. Припадет в твои груди. Припадет и разобьется. Скриншот с камином. Присутствие камина в помещении делает окружающую обстановку более теплой и уютной. Если вы не можете иметь настоящий камин с огнем и всеми сопутствующими атрибутами, то вам по силу обустройство фальшкамина. Для реализации этой задумки можно использовать множество различных материалов. При этом вы можете справиться собственными силами. У меня полностью деревянный камин из фанеры, брусочков и полки из лестничной ступеньки или она еще зовется доска подоконная. Для минимал декора деревянные уголки декоративные и панель боковая декоративная. Все что в вашей душе угодно. Все только в ваших умелых руках. Поставьте мне лайк, поддержите меня, оставьте комментарий с критикой или комплиментом. Или есть вопрос? Пишите, поразговариваем. Салют!